Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Власти Туркменистана готовятся ужесточить контроль над поступающими в Россию и Беларусь, потому что солидный возраст и незнание иностранных языков не останавливают граждан Туркменистана от поступления в учебные заведения за рубежом. Главной мотивацией для многих является получение учебной визы, а уже после въезда в страну такие студенты устраиваются на работу и становятся нелегалами. В последние годы, особенно часто туркмены, уезжают работать в Россию и Беларусь, используя для этого учебные визы. Чтобы поступить в тамошние вузы, нужно сдать экзамены дистанционно, но из-за низкой школьной подготовки и незнания языка, недобросовестные абитуриенты нанимают для этого других людей, как правило, учителей. Власти Туркменистана решили остановить отток граждан по этой схеме и планируют вести централизованный контроль над поступлением за рубежом. Источник Turkmen News в одном из министерств страны поделился черновиком нового порядка. В нем много абсурдного и заставляющего усомниться в истинных намерениях законодателей. Наблюдатели уверены, население Туркменистана заметно сокращается в первую очередь из-за оттока граждан за границу. Хотя сами власти скрывают массовую эмиграцию своих граждан, но ее масштабы можно оценить с помощью официальной статистики государств, принимающих мигрантов. Так, Турция посчитала своими постоянными резидентами на конец 2023 года 110 349 граждан Туркменистана. Почти половина из них прибыла меньше пяти лет назад. В России резидентов с гражданством Туркменистана официально не так много, но миграционная сальда, разница между числом туркменов, въехавших в Россию и тех, кто ее покинул, за каждый год, начиная с 18-го, составляет больше 10 тысяч. Именно столько туркменов ежегодно оседает в России, работа для них находится на стройках, в такси и охране. А вот оформлять приглашение и регистрации многие работодатели не спешат, поэтому мигранты вынуждены прятаться от официальных органов или искать креативные способы оформить документы. Недавно Туркмен Ньюс писал о тысячах граждан Туркменистана, которые застряли таким образом в Абхазии. Многие из них приехали в Россию по учебным визам. Новоиспеченные студенты сталкиваются с нехваткой денег и бюрократической враждебностью, а также другими трудностями, из-за которых многие вылетают с учебы и вынуждены начинают работать. Но параллельно по приглашению вузов приезжают и те граждане Туркменистана, кто изначально и дня не планирует учиться и не владеет языком обучения русским. Как же им все же удается сдать экзамены и поступить? Оказывается, чтобы преодолеть языковой барьер и сдать вступительные экзамены на нужные баллы, фиктивные абитуриенты прибегают к отработанным схемам. Источник Туркмен Ньюс поделился подробным рассказом, как они устроены. Дистанционно поступить в российский вуз можно на платное отделение. Сначала нужно по особой онлайн процедуре сдать экзамены по двум-трем предметам, которые определяет университет. Процедура продумана так, чтобы предотвратить вероятность выдать постороннего человека за абитуриента. Перед началом испытания нужно показать в камеру паспорт, а во время экзамена оставаться на рабочем месте перед камерой, использовать только одобренное программное обеспечение и не разговаривать. Иногда экзаменатор просит поворачивать камеру в разные стороны, чтобы убедиться, что никто не подсказывает ответы. Однако предприимчивые граждане придумали, как обходить подобные проверки. Экзамен приходят сдавать в интернет-кафе, где к одному компьютеру подключают сразу два монитора. Перед одним действительно садится абитуриент, весь экзамен, он находится перед камерой и ни с кем не общается, а за другим работает нанятый человек, который точно владеет сдаваемым предметом и вводит ответы. При этом зачастую есть еще одно звено, отвечает на вопросы вообще третий человек, который общается со вторым через мессенджеры. Собственно, решать экзаменационные задания нанимают учителей. Источник рассказывает, уже заранее известен круг лиц по разным предметам. Им могут в любой момент позвонить и срочно позвать на помощь. Если экзамен сдается по химии, то прибегает химик, если по физике или математике, то соответственно физик или математик. И всегда на стрёме стоят учителя русского языка, потому что русский сдается на все специальности. Учителя же на такой помощи неплохо зарабатывают. Дальше абитуриент или его родители должны передать посреднику наличность для оплаты годовой стоимости обучения 2504 тысячи долларов. Посредники подают все документы в ВУЗ и производят оплату, без которой даже при успешно сданных экзаменах не зачислят. Списки зачисленных студентов ВУЗы передают в МВД, которая оформляет приглашение и отвечает за постановку студента на миграционный учет по прибытии. Власти Туркменистана прекрасно знают о высоком миграционном потоке за границу и махинациях с поступлением. В связи с чем на протяжении уже нескольких лет в стране затягивается процесс выдачи заграничных паспортов, а вылетающих на учебу в Россию тестируют на знание языка, но видимо этим дело ограничиваться не будет. Источник Turkmen News сообщил, что к 25-26 учебному году Министерство образования Туркменистана собирается вести централизованный контроль над поступлением в ВУЗы России и Беларуси. По сведению источника, от абитуриентов, которые поступают в эти страны, будут требовать длинный список документов и процедур. Публикуем его без сокращений. Паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении и учерка, то есть сведения о родственниках в трех поколениях. Далее, пять фотографий, размером 3 на 4, свидетельство о рождении и паспортные данные родителей, либо опекунов. При этом, если родители разведены, то справка о расторжении брака. Школьный аттестат и характеристика из школы, военный билет и характеристика из части, где абитуриент проходил службу. Справка из МВД об отсутствии постановки на учет и судимости, справка о регистрации по месту жительства, справка о доходах, либо банковская выписка родителей. Если абитуриент состоит в браке, справка из ЗАГСа с паспортными данными супруга-супруги. Если есть дети, то свидетельство о их рождении. Медицинские анализы. Анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, общий клинический анализ мочи, общий клинический анализ крови, анализ на присутствие психотропных веществ, флюорография. Справка от психиатра и нарколога, которая подтверждает психическое здоровье, отсутствие алкоголизма, наркомании, токсикомании, а также свидетельствует о том, что человек не состоит на учете в наркологическом диспансере. Экзамен на знание языка абитуриент будет проходить у себя в области учреждения, утвержденном Министерством образования. Оно же будет удостоверять сертификаты своей печатью. Вступительные экзамены будут проходить в согласованных с Минобразование и МВД учреждениях в Ашхабаде под наблюдением преподавателей и сотрудника МВД. Анкету и документы нужно будет подавать в Минобразование в Ашхабаде и оплачивать сбор в размере 150 долларов. Приглашение от ВУЗа будет принимать и пересылать абитуриентам также Министерство образования. Как видно, абитуриентам придется готовить много документов и выполнять много требований, которые весьма отдаленно связаны с проверкой знаний и даже с подготовкой миграционных документов. Чего стоит справка из МВД и присутствие сотрудника МВД на экзамене? Вдобавок ко всему, за работу бюрократической машины нужно будет заплатить немалый сбор в 150 долларов. Конечно, и упомянутые услуги по подмене абитуриента учителями тоже стоят денег, а вот попытки упорядочить и легализовать миграционные потоки заслуживают похвалы. Однако подход вызывает вопросы, например, о том, что государство делает для того, чтобы удержать, а не задержать молодых людей в стране. Но в рамках раскрытой информации любопытно другое. Действительно ли в зарубежный ВУЗ не поступить без анализов мочи и характеристики из воинской части или Министерства образования хочет не прикрыть? А прибрать к рукам бизнес по поступлению и заработать как на сборах, так и на взятках за выполнение каждого пункта? У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.